Мы в Бахуте находимся, здесь достаточно сложная ситуация на сегодняшний день, город обстреливает каждый день. Вчера побывали на месте одной из поврежденных школ, хочу сказать, что из 11 школ в Бахуте уже 9 разрушены либо повреждены. И вот сегодня у нас появляется информация о том, что ночью российские войска обстреляли в жилой москве, страдала многоэтажка, но без квартир здесь осталось очень много людей, которые по-прежнему продолжают жить. Это отсутствие окон, разрушенные балконы, и здесь ночью погибла пожилая женщина, от которой людей получили ранения. Кроме того, мы побывали сегодня на месте, где горел частный тумб, здесь точно так же после 10 часов утра российские войска обстреляли частный сектор. Здесь никого не находилось, это не было военным объектом, нам удалось пообщаться с мужчиной, который присматривал за этим домом. И в момент удара находился буквально в соседнем здании. Кроме того, российские войска обстреляли от гостиниц, тоже городских. Прямо сейчас спасатели разбирают тавалы. Из-за того, что там небес опасно попросили, временно не находились на месте. Знаем о том, что из тавалов достали троих живых людей, трое человек и блек. Вот мне сказали о том, что у нас готов синхрон местного жителя Романа, который в момент удара, еще раз напомню, находился в соседнем здании. Давайте послушаем. Снимал. 10.27, вот это загорелось. Да, да, да. А вы находились, получается, рядышком в сарайчике? Да, ну, да, я же там сидел. Четыре взрыва? Четыре где-то рядом, короче, ну, то есть попало это. А один именно попал в крышу. Что, с кем идем? В целом, за минувшие сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. За сегодняшнее утро появилась информация о том, что три ракетных удара были нанесены по Торецку. Одна ракета прилетела в город Авдеевка. Использовали реактивные системы залпового огня «Ураган» и ракетно-зенитные комплексы С-300. Продолжаем следить за ситуацией. Напомню еще раз, мы в Бахмуте, и здесь действительно ситуация очень, коллеги, обостряется. Даже сейчас, находясь здесь, мы слышим звуки разрывающихся снарядов на околицах города. Если коротко у нас все, то мы продолжаем следить, обязательно, чтобы давать вам всю оперативную информацию. Эти взрывы тоже и в прямом эфире. Алена, береги себя. Алена Грамова из Донецкой области. Несмотря на проблемы со связью, несмотря на вот эти все угрозы для жизни, Алена продолжает работу, продолжает освещать для того, чтобы вы понимали реальную картину сейчас происходящего в Украине.